итак мы продолжаем и ребят самый главный вопрос который у меня есть это почему творог не нашел в нем ничего похожего на фрагментум в то время когда остальные все роботы считают его созданием фрагментума а вот не потому ли это что они с творогом похоже и у клары может появиться новый робо друг он пока все указывает именно на это может и нашел но не посчитал опасным нет он его опасным считал он его же считал опасным он там тревогу врубал и и все такое так то так то да может это потому что у них просто разные цели создания может он просто блин похоже на него это все что произошло господин сварок но все же не я кое-чего не понимаю почему паскаре принимают за существо фрагментума вот сейчас мы и выясним вот и сейчас сварок скажет я не знаю этот робот продолжительное время использовал для своего ремонта компоненты зараженные фрагментумом от него короче излучение просто для шло поэтому на автомат он и подключенная к сети базы воспринимает его как существо фрагментума это незначительная проблема которую можно решить заменой компонентов не волнуйтесь короче просто простой пример если бы кто-то ремонтировал свой автомобиль запчастями из чернобыля но он немножко бы фанил вот примерно та же ситуация произошла и с паскалем от него просто исходила некое излучение фрагментума потому что он использовал зараженные детали все ладно на это логичное объяснение понятно а вы уже сталкивались с подобными случаями в сети господин сварок не но это очень логичное объяснение я согласен нет автоматом и подключены к сетям регулярно очищают информационный шум своих основных модуль вероятность того что у робота разовьется самосознание не поддающиеся контролю составляет примерно 12 сотых процента для неподключенных роботов вероятность возрастает до трех свойственном процентов имейте ввиду что это вероятность и лишь теоретическая оценка а за последние 700 лет в падении не произошло ни одного подобного случая и это для трех процентов для неподключенного ладно значит ты тоже не знаешь что нам делать верно знаю вопреки представлениям большинство людей события вопреки представлением большинства людей события малой вероятности которые легко упустить из виду зачастую с наибольшей вероятностью приводят к катастрофам там до дискорд всегда открыт учитывая то что для автоматонов к все еще возможно развивать модули эмоции посредством собственной вычислительной мощности я предусмотрел подобные события и такой уничтожить до сварок даже не говори это кларе господин сварок всегда принимает во внимание и всевозможные факторы и решает проблемы логическим путем я вот пока так не умею на тебе кларочка так и не нужно делать тебе нужно сердцем думать думать головой в вашем тандеме будет сварок и что же нам в итоге делать с паскалем понять простить приютить рекомендую отформатировать данные паскаля и подключить его к сети базы не согласен после подключения к сети я проведу полное техобслуживание основного модуля этого робота и восстановлю конфигурацию его система не согласен после очистки дефектных секторов и информационного шума с вероятностью более чем 97 процентов этот робот сможет быть полностью восстановлен но он потеряет свою индивидуальность но что насчет эмоционального интеллекта паскаля после завершения форматирования он полностью исчезнет если в их тандеме и клара будет думать логикой то миром будут править до последствием жесткой диктатуры да кто-то должен думать логически а кто-то дал должен думать сердцем иначе будет полный жопь нужен ребят баланс нужен баланс вот это важно они клара не соглашайся другого выбора у нас точно нет этот вариант минимизирует как внутренние так и внешние потери описанию клары состояние этого робота относительно стабильная но согласно расчетам до согласно расчетам лет через 500 он может выйти из под контроля вероятность сбоя паскалей процент информационного шума продолжают расти как только эта вероятность достигнет ста процентов ты не говори как только ты говори когда примерно если это лечь через 500 тонн нам плевать я понимаю но я не готова отказаться над надежды починить паскаля мы помогли паскале найти совместимое оборудование если мы сможем удалить информационный шум не повредив сектором связанные с эмоциональным интеллектом ты знаешь что вероятность успеха через чрезвычайно мало клара так и как вы от шума обычно избавляетесь но есть только один способ полностью устранить информационный шум перезапись после удаления информационного шума на сеть базы сделает полную резервную копию данных хранящихся в соответствующем секторе и перезапишет его может быть есть другой способ мы можем установить замок на ядро паскаля это ребят превьюшка я поддерживаю клару полностью мы удалим лишнюю информацию и отыщем не поврежденные неповрежденные сектора в ядре после этого мы сможем установить новый набор работающий работающих программ этот набор программы сможет нарегулировать поведение паскаля и не позволит ему причинить все вред людям короче они хотят переступить винду сохранением данных если что но если очень грубо все это описать то есть ядро винды обновиться все программы и настройки сохраняться но по сути там для этому способу мы сможем сохранить максимальное количество приобретенного паскалем эмоционального интеллекта и в то же время уберечь его от неприятностей если получится сохранить эмоциональный интеллект паскаля я смогу найти способ научить его относиться другим с добротой как вы считаете господин сварог ребят у меня вопрос я смогу найти способ научить его относиться к другим с доброту он и так с добротой относится ко всем но в то же время все хотят его захерячить в этом проблема клара научи остальных относиться к нему с добротой он-то никому вражды не питает это его все избивают лара ты неправильно высказалась в теории приведения этой процедуры возможно на нее также сопровождают высокие риски она не избавит а робота там не информационного шума кроме того установленный набор программ также может быть заражен в будущем другими словами этот способ может гарантировать стабильность паскаля только в течение короткого периода времени учитывая то что мы не можем непрерывно следить за ним вне сети вероятность повторения неисправности робота составляет примерно сто процентов если это произойдет и я приведу я проведу процедуру еще раз и если это произойдет слова я буду проводить ту же самую процедуру снова и снова я буду на правы направлять и чинить его я буду помогать поставил паскалю столько сколько потребуется до тома да да в этом то и дело но он забудет тебя клара он будет забывать себя снова и снова как приобретенные им эмоции на воспоминания ой блин у меня джавюз какими-то фильмами которые не так давно пересматривал где стоял выбор или погибнуть или потерять всю память я не вспомню что за фильм но надо бесконечном цикле он конечное пространство данных рано или поздно будет полностью перезаписано шумом бесконечно воспроизводимой информации лара это сложнее чем ты можешь представить ты уверена что хочешь выбрать этот полот я коза но я считаю что для того чтобы им дети научились ценить жизнь им нужно завести хомяка паскаль конечно не совсем хомяк но помню был фильм где девушка каждый день забыл блин я да я его тоже помню успокойся клара не нужно спешить с выводами переменная судьбе белобога все еще здесь возможно она сможет подсказать нам происходящее решение хорошо я я доверяю твоему решению а в смысле на меня все спихнули можно вы как-то ребят можно мы как-то сами решить а мы доверяем твоему выбору химию а можно и вот не надо хомяк более хрупкий не поспоришь но психически более стабильный они оба предложили свои решения сварок считает необходимым отформатировать данные паскаля и подключить его к сети базы но это лишит паскаля его с таким трудом приобретенного эмоционального интеллекта этот вариант звучит немного жестоко но он избавит нас от опасности исходящие от паскаля о какой опасности они постоянно говорят а какой клара считает что с помощью программы можно награничить поведение паскаля и не дать ему причинить вред сохранив при этом эмоциональный интеллект но этот подход наличит симптомы а не устраняет первопричину и требует больше усилий со стороны клары ныри а чуна 10 секунд это мало хоть клара и будет использовать эмоциональный интеллект паскаля чтобы указать ему правильное направление в будущем паскаль все еще сможет потерять контроль над собой логично кроме того паскаль занимался воровством хоть он никогда и не вредил людям все равно нельзя игнорировать этот факт да в смысле я ребят я по-прежнему не понимаю почему это считается блин воровством потому что вот все детали которые здесь у этих челом находятся они сами ну по сути наш блин сложно но ни разу не воровство особенно от лица робота в чем же суть проблемы мне нужно хорошенько все обдумать а выбрать один из вариантов а затем убедить другую сторону что ты да 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 сестренка я с тобой что же нам делать с паскалем нет как думай клара предлагает надо берите выбор тебе чужачка и я уважаю ее желание уже сделала выбор от нас ты уже сделала выбор относительно паскаля подумай пожалуйста о методе клары но это брен паскаля будет ее хомячком по сути и даже если даже ребят если она обошется то это будет для нее жизненным уроком я считаю очень полезным я предвидел такую вероятность расскажи что ты об этом думаешь но он ведь похож на тебя я понимаю ты думаешь что он эмоциональный интеллект паскаля приобретенные благодаря его собственные вы чувствительные мощности ничем не отличается от моего я пока не могу привить провести тщательный анализ на человеческой эмпатии но я понимаю как важно уважать такие эмоции ты переменная которой доверяет клара да я уже давно не переменная чел в любом случае твое мнение будет учтено в расчетах я буду продолжать собирать информацию и пытаться получить новые результаты это все о чем ты хотела это все о чем ты хотела поделиться но какой то у него есть интеллект не эмоциональный правда но интеллект ты ведь сказала что постараешься помочь кларе исполнить ее желание верно в обычных человеческих сообществах люди близкие по возрасту кларе обычно не берут на себя слишком значительные социальные обязанности а с хрена ли ты говори что ты ровесник клары я всегда старался не возлагать на клару слишком большую ответственность чтобы обеспечить ей спокойное взросление нет ей толчки иногда тоже нужно но если клара твердо решила взять на себя эту ответственность я не имею права возражать данная тема не требует дальнейшего обсуждения если ты настаиваешь на принятии выбора клары сеть базы будет безоговорочно сотрудничать с тобой какой послушный сварок мой выбор будет имеет прямое влияние на результат лучше обдумать да хватит меня душить я поддерживаю клару даже если что-то пойдет не так это будет для нее уроком жизненным паскаль мы вернулись паскаль послушно ждал ожидаю дальнейших указаний а теперь веди себя хорошо и не шевелись мы вспорим тебе брюшка паскаль мы позвали господина сварока чтобы он помог тебе не вылечиться от твоей болезни болезнь а что такое болезнь но паскаль не двигался вылечиться приступаем господин сварок принято программы защиты готовы к установке надеюсь я сделала правильное решение правильный выбор уже все решение не делают переводчики установка программного без установка программного обеспечения завершена этому роботу потребуется автономное обслуживание и он не сможет общаться некоторое время мы можем вернуться к нему позже ясно тогда давайте вернемся на базу пожалуй пока все но я свяжусь с кларой позже чтобы узнать как у них дела да ладно это это конец квеста а значит третья часть будет завтра когда клара напишет клара и солнце я даже сказал что клара и есть солнце а вот так начивочка нет нам нужно подождите там было прямо написано завершить а не значит ли это что это конец и она мне потом в письме я просто напишет что к чему но в сообщении ну блин чет странно остальто как паскаль вообще не реагирует сварок был прав окей а знаете ребят что это значит что мы сейчас поедем проходить один занятный квест а да я же вам блин чарик от секунду глотну кофе и расскажу вам какой спойлер и я для себя изловил